Владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пошел в настоящую информационную атаку на Кремль. Год назад невозможно себе было представить, что главным разрушителем мифов путинской пропаганды будет не какой-нибудь украинский журналист или общественный деятель, а повар Путина. Но тем не менее, сегодня это реальность. В каждом новом своем интервью Пригожин хоть не критикует Путина напрямую, но откровенно издевается над ним и над его словами, и так произошло и в этот раз. В своем очередном ролике Пригожин заявил, что никакого геноцида Донбасса, о котором все время твердит слабоумный Путин, со стороны Украины до 2022 года на самом деле не было. Украина не представляла для России никакой военной угрозы, и настоящая причина нападения на Украину вовсе не в защите Донбасса, и не в какой-то там деноцификации, а просто в том, что российские власти и российские олигархи захотели обогатиться и войти в историю великими завоевателями. Для чего была нужна война? Война нужна была для того, чтобы... ...просто поторжествовала и попиарилась, показав, какая она сильная армия. Чтобы Шойгу получил маршала, и этот указ уже был готов, и получил вторую звезду героя. Потому что ему очень хотелось войти в историю, как великий туинский военачальник, который стал дважды героем и маршалом в фактическое мирное время. Но если к нападкам на Шойгу, который является личным и давним врагом Пригожина, уже все привыкли, то дальше прозвучали куда более интересные заявления. Пригожин сказал, что война в Украине выгодна клану олигархов, которые фактически находятся у власти в России. А это уже не просто пинок к Шойгу, а это прямой намек на Путина. Война нужна была олигархам. Она нужна была тому клану, который сегодня фактически управляет Россией. Вторая важнейшая задача операции была, это назначение неким президентом Украины Медведчука. Также Пригожин подтвердил, что целью вторжения в Украину было назначение гауляйтером кума Путина Виктора Медведчука, что фактически означает, что Путин развязал всю эту бойню и положил тысячи российских солдат просто для того, чтобы усадить в теплое кресло своего друга. Да-да, вот все эти тысячи погибших, человеческие трагедии, разрушение целых городов, гигантские убытки в какие-то миллиарды и даже, наверное, уже триллионы долларов для России, вот эта вот варварская мобилизация и фактически истребление мужского населения на Донбассе, все вот это было просто ради того, чтобы подыскать теплое местечко для Медведчука, потому что он Путину кум. Для чего мы его поменяли? Почему он нам так дорог? Почему мы не отдали его, чтобы его расстреляли? И самый главный вопрос, почему мы не поменяли на пленных бойцов? Почему мы не поменяли Азов на солдат, а поменяли на эту п***ю, на Медведчука, у которого все, что есть, это хорошие дружеские отношения, скажем так, в руководстве страны? Тут мы слышим, что Пригожин подчеркивает, что единственная причина, по которой Медведчука обменяли, это его кумовские отношения с Путиным. Самого Медведчука Пригожин при этом ругает последними словами, обзывает, говорит, что неплохо было бы его расстрелять. То есть опять видим, да, что он напрямую Путина не ругает, ничего плохого про него не говорит, но он, по сути, вот такими оскорблениями в адрес креатуры Путина, да, он дает понять, какое реально его отношение к Путину, то есть тому, кому надо, тот между строк все это читает и как бы все понимает. Здесь посыл, собственно, вот этой тирады, он очевиден. Дальше еще смешнее. Пригожин принялся развенчивать мифы российской пропаганды в отношении Донбасса. Он заявил, что, оказывается, Украина не бомбила Донбасс 8 лет. Помните, как они там кричали, где вы были 8 лет, когда Украина бомбила Донбасс? Так вот, Пригожин сказал, что никакие 8 лет Украина Донбасс не бомбила, а были обоюдные обстрелы, в которых обе стороны конфликта, по обе стороны линии фронта обстреливали друг друга. Украинцы имели группировку, которая находилась по границам с территорией Донбасса, как раз ту, которую мы проламывали от Попасной до Артемовска. Эта группировка обменивалась выстрелами. Мы били по ним, они били по нам, и это происходило все эти долгие 8 лет, с 14 по 22. Иногда нарастало количество различных перестрелок, грубо говоря, обмена боеприпасами, обменом выстрелами, иногда уменьшалось. На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Ого! Ничего себе! Оказывается, Украина не представляла для России никакой угрозы, не собиралась ни на кого нападать, и никакого геноцида Донбасса, о котором постоянно твердил Путин, тоже не было. Вот это открытие для российских патриотов. После 14 года, с 14 по 22 год, Донбасс весь распиливался. Дальше вообще пошла жара. Пригожин признал, что Россия на самом деле с 2014 года не защищала Донбасс от фашизма, а просто банально его грабила. И во всех этих коррупционных, мародерских схемах по разграблению Донбасса были задействованы представители самой высшей российской власти, а именно сотрудники администрации президента России Дмитрий Казак и Владислав Сурков. Ну то есть, опять-таки, буквально люди Путина. Бюджеты пилились. Донбасс был прекрасным местом, где распиливались деньги, как сотрудниками администрации президента. Сначала это был Сурков, потом был Казак. ФСБ тоже была абсолютно понятная иерархия генералов. О как получается! Оказывается, все, о чем говорил я с 14 года в своих блогах, другие украинские журналисты, а мы говорили о том, что Россия грабит Донбасс, что она никого не защищает, что они просто оттуда вычищают все, что могут, вот это все оказалось правдой. А тогда, помните, говорили россияне, российская пропаганда кричала, что это все они очерняют Донбасс, очерняют республики, клевещут на Россию, ничего такого нет, Россия никого не грабит. А тут сами россияне уже признают нашу правоту, что мы в Украине все это время говорили правду. Тогда орали, что мы тут по заказу СОРОСа работаем, там украинские пропагандисты, а сейчас говорят, что, смотрите, украинские пропагандисты с самого начала говорили правду. Более того, Пригожин теперь признает, что и на других оккупированных территориях, там Херсонской области, Запорожской, сейчас Россия действует точно так же. По сути, Россия эти территории там не то, что не спасает, не защищает, а тоже попросту банально грабит и вывозит оттуда в Россию все, что только можно. После того, как взяли Херсонскую и Запорожскую область, первое, что произошло, оттуда начали массово вытаскивать бульдозеры, металл и так далее. Когда мы взяли Папасную и поставили охранение на заводах, ну если эти заводы мы взяли, ну не разрушили, ну почему бы на них не работать? Туда пришли люди, начали занимать оборудование и вывозить в сторону России. Пригожин констатировал, что никакой священной войны, о которой твердят российские руководители, против Запада, да, на самом деле нет, а есть просто банальное мародерство и крысятничество. Наша священная война с теми, кто обижает русский народ, с теми, кто его пытается унизить, превратилась просто в рэкет, а вернее в крысятничество, поднятое в ранг закона, в ранг национальной идеологии. Дальше Пригожин переключился на свою любимую тему и стал рассказывать, как Пригожин с Герасимовым погубили элиту российской армии под Киевом в феврале и марте 2022 года. В первые дни войны Шойгу погубил тысячи российских солдат. Он погубил самую боеспособную часть армии, а боеспособной была очень малая часть армии. Беспощадное закидывание в ВДВ под Гастоми. Парни, которые прилетели и погибли, парни не знали, что они выполняют, какие задачи. Чудовищное, позорное поражение наших солдат. Солдаты гибли. Солдатам наносились беспощадные удары не только по им жизням, но и по репутации. Пригожин заявил, что из-за провалов российской армии в Украине ему даже звонили африканские политики, которые не могли понять, как Россия могла докатиться до такого позора. Африканские лидеры начали массово связываться со мной. И все задавали один вопрос. Как Россия смогла докатиться до такого чудовищного позора? Фактически, Пригожин возложил ответственность за потери погибших, за войну, кровь, огромные убытки на российское министерство обороны. А по сути, это означает, что ответственность он возлагает на Путина, потому что понятно, что задействовать Герасимова, Шойгу и любых других своих подчиненных в конечном счете, конечно же, несет ответственность Путин. Он главный ответственный за все, что происходит в России. Не может так быть, что кто-то другой допускает такое, а Путин не виноват, и он ничего не знал. То есть, смотрите, фактически Пригожин признает, что правда не на стороне России, следовательно, на стороне Украины. Он признает, что все, о чем мы тут говорили, на самом деле было правдой. То есть, по справедливости Украина, права. И это не украинская пропаганда. Смотрите, это признает российская сторона. Это крайне важно. И еще очень важно, что, конечно, мы понимаем, что Пригожин все это говорит не сам, не просто от себя. Конечно, он так себя ведет, потому что за ним стоит часть, по крайней мере, значительная, влиятельная часть российских элит. И то, что они ему позволяют или даже заставляют его такое говорить, означает, что они очень недовольны Путиным, что у этих элит прям очень серьезное недовольство. И они сегодня позволяют себе то, о чем год назад никто и помыслить не мог. И для Путина это очень-очень плохой сигнал. Подпишитесь на канал прямо сейчас, если не подписаны до сих пор, и обязательно оставляйте комментарии или лайки. Так видео получит больше охват, и больше людей узнает правду о том, что происходит. будет. Редактор субтитров А.Семкин